Всем привет! Сегодня хочу рассказать, показать, потестировать, сделать пару макияжей вот с такой палеткой от Makeup Revolution. Это палетка Chocolate Cherry. Такая новинка. Красненькая. Здесь 18 оттенков теней. Ну, уже такое новое оформление. И это такая какая-то красновато-розовато-коричневая гамма. На сайте, когда я на нее смотрела, она мне казалась очень похожей на палетку клубничную. Как-то страубери, не помню, чизкейк или что-то. Ну, в общем, что-то с клубникой связано. А они мне показались очень похожими. Чем-то показалась похожей на палетку Cranberries, по-моему. Да, так она называется. В общем, что-то вроде бы, знаете, уже такое было. Но на самом деле, вроде бы, она и отличается. Конечно, если у вас есть палетка вот та, которая клубничная, может быть, вам это будет и не нужна. Потому что действительно какая-то вот общая цветовая гамма похожая. Но сами оттенки, конечно, все-таки отличаются. По качеству палетка меня немножко разочаровала. Мне кажется, что у Makeup Revolution есть шоколадки, где пигментация немного лучше. Потому что шиммерные оттенки замыливаются, матовые оттенки как-то не очень хорошо набираются. Но это на, ну, знаете, на первый взгляд, на свочах. То есть в конце видео мы ее вместе просвочим, посмотрим. Знаете, как оно бывает? Когда только пробуешь, может быть, где-то пальцы были ложноватые. Поэтому шиммеры немножко замылились. Может быть, где-то что-то. Потому что, когда наносишь кистью, вроде бы наносится неплохо. Но, опять же, знаете, матовый оттенок я наносила на базу, но не на белую подложку. Сегодня вот этот макияж я тоже выполняла с этой палеткой. И вот этот оттенок я наносила на подвижное веко, на базу. Ну, вот без подложки, без белой. И как-то вот он слабовато наносился все-таки. В складку века нанесла вот этот коричневый. Коричневый вроде бы хорошо нанесся. Не знаю. Вот, может быть, светлые оттенки так слабоваты. Вот этот светлый наносила под бровь. Как-то вот он тоже не слишком сказать, что выбелил. Им же я припудривала все подвижное, все веко вообще припудривала базу. Но база вроде бы припудрилась. Но вот так, чтобы именно вот что-то прям высветлить, вот как-то не очень. Что еще я использовала? А, ну и коричневый вот этим я растушевывала. Тоже вот как-то... Ну, в общем-то, надо тестировать, надо смотреть. Может быть, действительно какие-то оттенки похуже, какие-то оттенки получше. Но есть вот шоколадки, действительно, в которых практически все оттенки, допустим, хорошо пигментированы. А вот в этой как-то, мне кажется, качество немножко уступает. Так, сама цветовая гамма неплохая, потому что здесь вроде бы есть какие-то действительно такие розовато-красноватые оттенки. Также здесь достаточно нюдовых оттенков, достаточно повседневных оттенков. Достаточно матовых оттенков, достаточно светлых оттенков, что для меня немаловажно. Вот именно цветовая гамма меня устраивает. Но качество немножко, мне кажется, уступает всем остальным шоколадкам. Что-то мне кажется не так. Но давайте уже дальше мы с вами вместе попробуем и посмотрим. Может быть, это просто какие-то такие оттенки мне попались. Может быть, не теми кистями набирала. Может быть, свочи делала, действительно, пальцы были не совсем сухие. В общем-то, давайте смотреть с вами вместе. Начну с правого глаза. Здесь хочу сделать что-то такое красноватое, но не такое потеплее. Так, начну я, пожалуй, с вот этого оттенка. Но он, конечно, такой прям выглядит красный-красный. Ну, такой какой-то малиновый, что ли, красный. Но теплоту буду делать с помощью другого оттенка. Это буду наносить во внешний уголок. Вот вы видите, что пигментация... Не сказать, что... Да, боже мой, стой скрипит. Не сказать, что прям супер. Очень такая шикарная. Ну, если вы боитесь сильно пигментированных теней, то, в принципе, эта палетка вам понравится. Теперь возьму вот такой какой-то розово-персиково... Ну, в общем, что-то такое припылено-тепло-розовое. И буду наносить на подвижную веку. Без белой подложки, как я это делаю частенько. Матовое оттенок, пусть лежит на припудренном веке. Ну, вы видите, так же, что пигментация... Ну, не сказать, что она плохая, но не очень шикарная. Такая, на четвёрку. То же самое повторю на нижнем веке. То есть во внешний уголок такой более тёмный оттенок. На нижнем веке... Ой, господи, ближе к внутреннему уголку более светлый. Ну, кстати, вот оттенки как бы втушевываются друг к другу очень даже хорошо. Теперь возьму вот такой светлый сатиновый оттенок. Он, по-моему, немножко с таким тёплым розовым подтоном. Такой немножко. Да, он розовенький. Во внутренний уголочек. Очень такое красивое сияние. Вот этот оттенок прям мне нравится. У него реально вот именно сияние. У него шиммер какой-то крупный. Такой нежный. И оттенок такой нежный-нежный. Он в палетке вообще выглядит вот каким-то бело-серым. Немножко с розовенькой. А на самом деле вот он такой светло-розовенький. И не очень холодный. Теперь ещё нанесу во внешний уголок темного-красного. Теперь всё это немножко растушую. И вот получилось что-то такое прям нежненькое. Вроде бы и розовое. Но вроде бы такой какой-то... И не сказать, что слишком розовый. Немножко и тёплый такой макияж. И хочу ещё для большей теплоты нанести глиттер от NYX. Номер пять. Это оттенок Lumi Light. Это, по-моему, из серии те, которые металлики. И он такой белый, но он отливает немножко в рыжинку. Точнее, прям не немножко, а вот именно он переливается такой рыжиной. Сначала база под глиттер от NYX. Которая приклеит. Вот, вы видите, он в крышечке беленький. И вот так он рыженький. И немножко какой-то... Где-то и золотой, и как будто бы даже салатовое что-то проскальзывает. Интересный такой эффект. Но в основном он всё-таки в рыжинку. Хотя при каком-то преломлении света есть что-то такое вот, как будто бы слегка-слегка вот жёлто-салатовое такое, лимонное. Эффект получается такой какой-то немножко... Эффект макияжа, я имею в виду. Такой немножко персиковый. То есть какая-то и краснота, и что-то такое оранжевенькое. Теперь возьму коричневый карандаш от Minnao. Это сайт Алиэкспресс. Сейчас я только подточу. Тёмно-коричневый. И по ресничному краю немножко пройдусь. Прямо аккуратненько. Чтобы не чёрный был именно карандаш, чтобы более тёплый. И на нижнем веке, но на нижнем веке пройдусь только вот ближе к внешнему уголку. Карандаш очень мягкий. Мне очень нравится набор карандашей. Они такие не гелевые, но почти гелевые. Они чуть более плотные, чем гелевые, но тоже такие скользящие. И теперь накрашу ресницы туши от Avon Color Trend. Так, слегка, слегка. Ну вот, что у меня получилось. На губы нанесла блеск от Avon с 3D объёмом, оттенок Pink Pout. То есть тоже что-то такое немножко тёпло-розовое. И вот такой нежный макияж получился. А теперь на втором глазу хочу что-то чуть более холодное попробовать. Итак, возьму вот такой припылённый... Как же правильно назвать этот оттенок? Оттенок MAUF. Такой ягодный какой-то. Немножко оттенок. И буду наносить его во внешний уголок и вводить в складку века. Наносила натуральными кистями пигментация средняя. Вот теперь синтетической кистью пробую. Тоже пигментация средняя, такая не очень. Ну, кстати, вот этот оттенок, ещё плюс то, что он такой не прям дико пигментированный, он красиво смотрится, именно так как-то тоже нежно, повседневно. Так что, может быть, это даже хорошо, что пигментация не бомба. Для тех случаев, когда вы этого хотите. Ну, как-то так. А вот в этот макияж я всё-таки добавлю белую подложку от NYX слегка, потому что буду наносить шиммерный оттенок. И хочу, чтобы он был всё-таки немножко поярче. Посмотрим, как он несётся на подложку. И наносить буду вот такой какой-то розово-сиреневый оттенок. Я наношу натуральной кистью, но потому что это я люблю наносить всё натуральной кистью. Поэтому посмотрим, как нанесётся натуральной кистью. Некоторые шиммеры хорошо наносятся натуральной кистью, некоторые не очень. Но это, кстати, вроде бы ничего. Мне нравится, потому что натуральная кистью могу сразу немножко подтушевать предыдущий оттенок. Так, я уже подтушевала границы. И вот этот ягодный оттенок матовый нанесу на нижний век. Немножко растушевала. Матовые оттенки, они, в принципе, как бы мясо пигментировано, и они сами себя прекрасно растушевывают. То есть той же кистью можно и растушевывать. И немножко ещё разочек пройдусь, продублирую этот матовый оттенок. Еле-еле смешаю его с шиммерным вот здесь на границах. И немножечко в складку добавлю прям самую капельку. получается такой пыльно-розовый макияж. Немножко сияющий за счёт вот этого шиммерного оттенка. Шиммер, кстати, не очень крупный. Такой эффект именно. Ну, не как сатиновый, конечно, но такой сияющий. Нет, блестючий-блестючий. И получилось вот что-то такое очень лёгкое, тоже очень нежное, но уже здесь что-то более тёплое, а здесь уже что-то более розовое. И вот здесь я хочу на нижнее веко стрелку не хочу сверху делать, а на нижнее веко хочу нанести чёрную гелевую подводку слегка тоже как бы по ресничному краю. Слегка немножечко всё-таки, чтобы макияж был таким более ярким. Не тукиздила. Ну, вот я накрасила реснички вот такой тушью от Avon Mark Extreme, потому что изначально я вообще хотела не скрипи, хотела что-то более яркое, но получился наоборот такой нежный макияж, поэтому добавила немножко чёрной подводки и побольше ресничек. И на губы я нанесла лаковую помаду от Avon. Это оттенок Винтаж Смоки. Такой он тоже какой-то припылённо-розово-сиреневый и немножко тёплый такой какой-то на камеру может быть чуть более тёплым, конечно, кажется. Так, чтобы нет фулька тёплый. Вот такие два макияжа и оба какие-то более здесь, конечно, за счёт глиттеров он сияющий, но всё равно, знаете, не вырви глаз, не что-то такое прям слишком тёмное, не слишком яркое, вот что-то такое прям нежное. Что тут? Что тут? Получилось? Ну вот качество теней, как они наносятся, вы увидели, то что всё-таки пигментация у некоторых шоколадок всё-таки лучше, здесь похуже. Ну а теперь давайте всё-таки посмотрим свочи, не знаю, насколько правильно камера передаст оттенки, потому что красные оттенки иногда искажают, но постараюсь, по крайней мере, приблизительно какие-то оттенки может быть, правильно покажет, какие-то оттенки, если что, буду говорить, что они там чуть темнее, чуть теплее, чуть холоднее. Первый ряд оттенков. Вот этот такой белый, но он не белый, вот и светло-бежевый, это матовый оттенок, но при определенном освещении, точнее, под определенным углом, он оказывается с розовинкой. Это очень странно для матового оттенка. Вот этот оттенок камера немного искажает, но вот этот розовый искажает, но розовый вот вблизи все-таки показывает, что он холодный, который я сегодня наносила на подвижное веко, а вот этот он какой-то такой ягодный, а при растушевке дает коричневый, то есть он такой дуахромный, но на камеру он почему-то весь вот такой коричневый. Попробую палетку приблизить. Вот он этот оттенок, не знаю, как вам лучше показать, вот он все равно каким-то более коричневым кажется. Не знаю, но отливает он действительно немножко в ягодный. Второй ряд. Вот этот оттенок я наносила во внутренний уголок сегодня, он мне очень понравился, он такой нежный, сатиновый, но практически шиммерный, такой просто мелкий шиммер. Ой, что-то освещение вообще стало ужасно искажать. Показывайте оттенки коричневыми, вот этот мне нравится, он какой-то такой винный. Те шиммеры, которые крупные, они очень хорошо пигментированы. Пытаюсь поймать освещение, чтобы меньше искажало, но все равно он показывает прям коричневыми, коричневыми. Они все-таки все такие, да, они не совсем розовые, не совсем красные, они вот именно с коричневым подтоном, но не такие теплые, и третий ряд. Вот этот оттенок практически не видно, но он такой бежевый, наверное, поэтому не видно. Вот этот тоже такой дуахромный, который тоже какой-то малиновый, но только он более холодный уже. сейчас его видно немножко на переливе. Вот собственно все оттенки, некоторые, конечно, искажаются, больше он их выдает как коричневые, ну, потому потому что они все такие какие-то ягодно-коричневые, а камера выделяет из них только коричневый пигмент. Ягодность куда-то девается. Вот сейчас кстати что-то такое было более холодное. В общем-то я надеюсь, что вам понравилось это видео, если так, то ставим пальчики вверх, подписываемся на мой канал, я всех люблю, всем пока-пока.